Привет, Страж! Это очередной гайд по рейду Сад Спасения, а меня зовут Джонни Лейни. Гайды по рейдам затянулись, просто когда я выложил первые два, я увидел, что к тому моменту далеко не всем по зубам было даже начать прохождение этого испытания, так что отложил эту затею. Но теперь самое время вернуться. Итак, третий этап. Первый босс рейда. Боссом оказывается та самая гарпия, которая была на первом этапе. Сам босс файт проходит в той же локации, что и на втором этапе, в лабиринте. Что касается пушек для урона по боссу, то здесь на усмотрение твоей команды. Но особо хорошо заходят Шепот Червя и Бремя Идзанаги. Во второй слот подойдет тот же паук-отшельник, а первый слот зависит от твоей роли в команде. Титаны могут использовать купол в верхней пустотной ветке или коленку солнцелома для дебафа по боссу, если ничего другого нет. Охотникам подойдет солнечный выстрел с экзотическим шлемом, звездный полуночник и нижней веткой подкласса. Барлокам лучше взять кладезь света для дебафа. Что касается ролей, то вам понадобится две команды по три человека. Одна будет заниматься боссом, вторая будет собирать частицы. Да-да, они снова здесь. Заносите в банк, первобытника не вызывайте. Сразу оговорюсь, что тактика, о которой я расскажу, это то, что работает и на ПК, и на консоли. Я прошел этот этап и там, и там, так что по ходу, рассказывая об испытании, я еще сделаю небольшую пометку о том, что и где можно изменить вследствие от вашей платформы. Для начала прохождения нужно активировать куб. Сделать это можно всей командой, но это не обязательно. После активации в центре локации появится босс, а со всех сторон начнут идти вексы. Разберем, что должна делать каждая тройка. Тройка, которая занимается боссом, должна следить за ним. В один момент гарпия начнет улетать на одну из сторон через пропасть. Как только гарпия долетит до нужного местоположения, она остановится и начнет кастовать вальтаическое переполнение. Ровно как и на первом этапе, если вы вовремя не подберете этот дебаф, то произойдет вальп. Только на этот раз будет недостаточно просто подобрать дебаф. Игрок, который подберет дебаф, окажется в ловушке гарпии, которую нужно разрушить. Босс подлетит к пойманному игроку и начнет кастовать вайп на этого игрока. В этот же момент гарпия раскроется и будет похожа на трехлистный клевер. На каждом из лепестков будет светиться два глаза, то есть всего их шесть. Задача игроков отстрелить по одному глазу на каждом лепестке. Мы это делали втроем на консоли, но в теории с этим может справиться и один игрок. На геймпаде, правда, это сделать очень непросто. Два игрока справятся без каких-либо проблем, так что это оптимальный набор. При этом нужно отстрелить правильный глазик. У игроков, которые не встали в дебаф, все глаза будут гореть красным цветом. А вот у игрока, который стоит в дебафе, будет гореть лишь один глаз на каждом лепестке. Этот глаз и нужно отстрелять игрокам. Игрок в дебафе должен дать калаут остальным стражам о том, какой загорелся глаз. Мы обозначали их как внутренний и внешний. Распределите глаза заранее. Мы обозначали их как лево, право и вверх. Если вы вовремя отстреляете глаза, то игрок выживет в ловушке. Если не успели, он умрет. Если отстрелили неправильный глазик, тоже умрет. Как только вы отстреляете глаза, гарпия полетит обратно в центр локации. Через некоторое время она снова полетит на одну из сторон. И история с дебафом будет повторяться. Помните, что игрок не может взять второй дебаф, пока не спадет первый. Иначе он умрет. Поэтому заранее проговорите, кто будет забирать дебаф. Если в какой-то момент игрок умрет в ловушке, то его дебаф сбросится. И он снова сможет встать. Но лучше так не делать. По крайней мере в начале испытания. Теперь поговорим о том, что должна делать вторая команда. Но сначала... Да, рекламная пауза. Нет времени на фарм. Очень хочется получить новые пушки как можно скорее. А я нигде не успеваю. Знакомо? Что ж, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание. Выполнить квест, на который не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот. Закрытие долгих рейдов. Да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду TripleVipe ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Обратно к видео. Что касается команды по частицам, то здесь все гораздо проще. После начала этапа на одной из сторон выйдет жирный минотавр. После его убийства он выронит 5 частиц. Точь в точь, как в твоем любимом гамбите. На этой же стороне, назовем это коридором, в самом конце загорится конфлюкс из второго этапа. Игроки должны внести в этот конфлюкс 30 частиц. Соответственно, после убийства минотавра, один из игроков должен подобрать частицы и понести их конфлюксу. После убийства первого минотавра, на загоревшийся конфлюкс начнут нападать иммунные гоблины, которые будут совершать суицид. Игрок, который внесет частицы, получит осветление на 45 секунд. Баф, который позволит успешно зачищать конфлюкс. В это же время, другой игрок из команды по частицам должен убить нового минотавра. Теперь он будет выходить рандомно с любой стороны, забрать частицы и бежать к конфлюксу. Он вносит частицы и заменяет своего тиммейта, который идет обратно в центр локации, чтобы убить следующего минотавра. Повторяйте это действие, пока не наберете 30 частиц. Есть один важный момент. Если гоблины начнут суицидиться, то они могут высосать частицы. Поэтому будьте крайне внимательны. Один гоблин подошел, возможно он одну частицу заберет, но она будет критичной. Третий игрок в этой команде может стоять в центре и зачищать мобов или же заносить частицы, если потребуется. Однако здесь есть один тонкий момент. Дело в том, что во время прохождения мы доходили до того, что у команды, которая бегает за боссом, не было игрока без дебафа. То есть в таком случае игрок, который стоит в центре, должен кого-то заменить на отстреле глаз. Встать в зону дебафа, которым плюется босс. После подобной замены у остальных игроков дебафы как раз и сбросятся. Как только в конфлюкс будет внесено 30 частиц, гарпия полетит в сторону этого конфлюкса. Все игроки должны бежать к этому конфлюксу и начинать готовиться к фазе урона. Гарпия раскроется и у нее загорится огромное количество красных глазиков. Игроки должны отстрелить все эти глазки, после чего откроется большой центральный белого цвета крит, куда и будет вливаться весь урон. Доставайте свои пушки и бейте босса. При этом, если вы не внесете некоторое количество урона в первые секунды, то гарпия вайпнет всю команду. Кроме этого, босс будет постоянно двигаться, перемещаться в центр локации задним ходом, поэтому вам придется идти вместе с ней, параллельно стреляя ей в глаз. Не забудьте окунуться в купол титана, дать коленку, стрелу и активировать шепчущее дыхание на шепоте червя. После нанесения урона вся история повторяется. Эта тактика далеко не идеальна. В теории, можно забирать по 10 частиц и не доходить до момента, когда приходится делать замену на сбивание глаз. Босса может встречать один игрок и так далее, но это самый верный способ, подходящий даже для команды с минимальным опытом и независимо от того, на какой платформе вы играете. Так что удачи вам в прохождении стражи, не забудьте лайк поставить, мы старались, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok